Интернет это джунгль и иногда он напоминает мусорную свалку информации, но порой в нем можно найти подлинные жемчужины. Мы рассказываем обо всем, что важно, актуально и понятно. Здравствуйте, в эфире новости недели на канале ТВР, студии Алексей Кузьмин. Смотрите сегодня выпуски. А теперь об этих и других событиях расскажем более подробно. Год назад мэром находки стал Тимур Могинский. С первых дней опытный управленец начал вникать в проблемы округа, которые, судя по их количеству, копились годами. С чем это связано, догадаться несложно, но как это исправить? За 12 месяцев команда Могинского привела в порядок основные и межквартальные проезды. В общей сложности было уложено 370 тысяч квадратных метров асфальта. Были изысканы средства на строительство и ремонт необходимых объектов инфраструктуры. А при поддержке правительства Приморского края, а также инвесторов, была разработана программа социально-экономического развития. Об этом далее. Год назад главой находкинского городского округа стал Тимур Могинский. Политик из команды губернатора незамедлительно приступил к обязанностям мэра и, судя по переменам, которые происходят во всех сферах жизни округа, свое дело опытный управленец знает. Одна из глобальных проблем, которую нужно было решать – разбитые дороги. Проезжая часть на улицах центральной части города не ремонтировалась годами. Объем работ, который необходимо было выполнить в кратчайшие сроки, весьма внушителен. Разбитое советское унылое кольцо преобразились на глазах. А дорога на пляж Золотарей до прихода команды Могинского была и вовсе разбита. Оставалось только подсчитывать ущерб, нанесенный автомобилем. А теперь несколько километров от этой трассы уложено качественным, хорошим новым асфальтом. Сейчас жители и гости города могут комфортно проехать на место отдыха без уже привычной тряски, пыли и разбитой подвески автомобилей. По распоряжению губернатора края также полностью обновили асфальт и на улице Седова. Для местных жителей это отдушина. По их словам, дороги здесь не было на протяжении 15 лет. Кроме того, на днях Тимур Могинский встречался с жителями улицы Седова и взял на контроль вопрос с отсутствием канализации в жилых домах. Мы очень довольны дорогой. Во-первых, это сейчас стало ровно. Достаточно сделали нам тротуар, что мы ходим теперь не по дороге, а по тротуару. У нас получились сливы дождевой воды, когда у нас идет дождь. У нас полностью как бы как река получается по этой дороге. Теперь у нас есть сливы, более-менее мы теперь ходим почти сухие. Мы очень довольны, что наконец-то нам уделили внимание. Внимание мэр уделяет не только проблемам жителей в сфере благоустройства, но и решает другие глобальные вопросы. Например, капитальный ремонт муниципального бассейна в спорткомплексе «Приморецк», где занимается водными видами спорта большое количество детей и взрослых. Работы по гидроизоляции чаши, установке подогрева пола вокруг чаши, раздевалок и душевых с антискользящим плиточным покрытием завершатся уже к концу сентября. Бассейн в эксплуатацию ввели в 2008 году, и с 2008 практически вообще ни разу не проводился капитальный ремонт. За эти годы у нас возникла большая проблема, то есть по сути мы сделали сейчас аварийный капитальный ремонт по чаше бассейна. У нас была нарушена гидроизоляция, и глава находки выделил из городского бюджета порядка более 8 миллионов на аварийный ремонт. Мы на сегодняшний день уже приступили к заключительному этапу ремонта. На заключительном этапе также запуск единственного в Приморском крае большого приюта для передержки безнадзорных животных. Это совместный проект правительства Приморского края, администрации находки и акционерного общества «Восточный порт». Единовременно на территории приюта со всеми необходимыми коммуникациями может находиться порядка 200 животных. Данный объект построен с очень большим запасом мощности. Он как по паспорту спроектирован на 138 животных, но исходя из норм, которые прописаны в Приморском законодательстве и в целом применяются в Российской Федерации, эту цифру можно умножить на двое. То есть этот приют, с учетом того, что животные в нем будут содержаться не более 20 дней, согласно федерального законодательства они там выпускаются или передаются другим людям на содержание, то этот приют может через себя пропустить большую часть животных, подлежащих отлову в крае. Стоит также отметить, что впервые за многолетнюю историю находки появилась 10-летняя программа социально-экономического развития. А это благоустройство дворовых территорий, парков и скверов. Это строительство муниципального жилья с целью привлечения дефицитных кадров, учителей, медиков, специалистов узкой направленности. Это необходимый медицинский многофункциональный центр с современным оборудованием. Это объекты культуры и спорта. И самое главное, что нынешний глава проводит работу с населением и инвесторами. Такое сотрудничество способно изменить находку до неузнаваемости. Однако не обходится без сложностей. Некоторые вопросы требуют тщательной проработки. Но уже сейчас можно наблюдать, как город меняет свой облик. К другим темам. Нехватка учителей в Находкинском городском округе вопрос наболевший. Невысокие заработные платы зачастую провоцируют изменить род деятельности. Остаются только лишь преданные своей профессии. Однако для педагогов в правительстве края начали разрабатывать стимулирующие программы. Строить арендное жилье. А с целью привлечения в город молодых специалистов предоставляют служебные квартиры. Об этом в следующем материале. В школе номер 20 в Аврангеле возникла проблема с нехваткой учителей. По инициативе директора учреждения администрация Находкинского городского округа при поддержке фонда «Восточный порт» предоставила муниципальное жилье с целью привлечения в школы недостающих специалистов. Мы обратились в администрацию города, написали письмо на имя главы города Тимура Владимировича Магинского. И нам выделили квартиру, которая находится в этом доме. Поскольку квартира была без ремонта, молодой человек к нам приезжает, мы еще решили попробовать обратиться в фонд «Восточного порта». И нам очень повезло, большая удача, что фонд «Восточного порта» сделал косметический ремонт в этой квартире. Но если вы сейчас были и снимали, то это явно не косметический ремонт, потому что переделана квартира практически полностью. Это и сантехника была заменена, и полностью ремонт ванной комнаты, и лоджия сделана. То есть сделан хороший, качественный ремонт. Оканчивая ДВФУ в школе педагогики в Уссурийске, деревенский парень Александр Сахнов приступил к работе в общеобразовательном учреждении Врангеля с 30 августа. Одним из важных условий считает предоставленную квартиру. Платить молодой учитель будет только за коммунальные расходы. Для молодого специалиста, к счастью, вот как в моем случае, мне предоставили хорошие условия. То есть это и хорошую ставку со стороны школы, это и опять же со стороны школы жилье. И это все-таки есть большим преимуществом. То есть никаких дополнительных растрат нет. К началу учебного года двухкомнатную квартиру недалеко от школы подготовили в лучшем виде. Фонд «Восточный порт» полностью оплатил расходы на ремонт помещения для комфортного проживания. Ламинат, ровные покрашенные стены, кафель в ванной, электричество и частично привезена необходимая мебель. Квартира рассчитана на двух проживающих с отдельными комнатами и общей кухней. Фонд закрывает все такие вопросы острые, которые появляются у администрации, где администрация, к сожалению, не может найти финансирование из бюджета. И фонд нам активно помогает. Он нам ремонтировал и квартиру, и ремонтирует другие вещи. И вот сейчас недавно нам для наших мероприятий приобрел порядка 40 лавочек для проведения массовых мероприятий. Стоит отметить, что в Находке возводят арендное жилье, которое по договоренности с застройщиками администрация будет выкупать для муниципальных нужд. Именно для предоставления квартир приезжим, медицинским работникам, учителям, специалистам узкой направленности, в которых нуждается город. Санкция статьи предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Находка. Небольшой город, но с богатой историей. В годы Второй мировой женщины, старики и дети работали на заводах, не жалея сил, отдавая себя без остатка. Жители и гости округа должны помнить героический подвиг рыбзавода «Тафуин», считает депутат Государственной думы Виктория Николаева. По ее инициативе находки могут присвоить почетное звание города трудовой доблести. В годы Второй мировой войны в находке в тылу работали рыбные заводы и предприятия. Люди трудились во благо Родины, не жалея сил и времени. Женщины, дети, старики ковали победу своими руками. По инициативе депутата Государственной думы Российской Федерации Виктории Николаевой, при поддержке группы компаний «Доброфлот» было принято решение выдвинуть находку на присвоение почетного звания города трудовой доблести. Трудовой-то подвиг, ты его не спрячешь никуда, если он был, если людьми это делалось, и люди через это прошли, через эту трудность, через эти слезы, через эту кровь. Вы думаете, так просто было работать в рыбной промышленности женщинам, которые еще и не окрепшие, как женщины. Тянуть тот же страл, сеть с рыбой. Это мужчинам даже трудно, а женщинам в холод, в воде. Руки мерзнут. Они эту застывшую, мокрую, застывшую, холодную рыбу руками работали. Как это забыть? С 1 сентября в музейно-выставочном центре «Находка» работает специальная выставка, посвященная трудовому подвигу рыбкомбината «Тафуин». Предприятие в годы Великой Отечественной войны было награждено переходящим красным знаменем Государственного комитета обороны СССР. Его копия находится в музее. С экспозицией уже ознакомились порядка 500 детей, а на этой неделе выставку посетят школьники из 10 общеобразовательных учреждений города. Любой гость, который приедет на «Находку» и спросит, а почему вы вышли с такой инициативой, каждый житель мог бы ответить на этот вопрос. Потому что наши земляки во время Великой Отечественной войны действительно совершили подвиг, трудовой подвиг. И участвовали в этом старики, женщины, молодые девушки и подростки, дети, которые круглосуточно работали на своих рабочих местах. Женщины заменили мужчин, выходили в море. Это очень тяжелый труд. И мы должны показать нашим детям, как работали бабушки и дедушки, как они ковали победу и как это было тяжело. Кроме того, 3 сентября в «Находке» состоялось празднование 76-й годовщины окончания Второй мировой войны под названием «Дальневосточная победа». Тематические мероприятия прошли на четырех площадках городского округа. Центр культуры, Дом молодежи, Дом культуры поселка Врангель и сквер «Радуга» в Южноморском. Охват населения, я так считаю, что довольно-таки приличный у нас в городе прошел. Поэтому я так думаю, что и предлагаю как бы вот этот вот лозунг или название «Дальневосточная победа» внедрить в повседневную, как говорится, жизнь что ли нашу. Вот, и не только этим закончится в этом году, но и на следующем год. Под этим девизом, я думаю, он достаточно такой хороший девиз, и это празднование, проводить День Победы или во Второй мировой войне, вот под этим девизом. Каждый год? Да, каждый год. В программе приняли участие творческие коллективы учреждений культуры, Совета по делам национальностей, городской корпус волонтеров, библиотеки. Также в ходе заседания общественные деятели, представители Совета ветеранов, чиновники и депутаты утвердили Оргкомитет, который до 9 мая 2022 года проведет работу по сбору документов для присвоения почетного звания находки. Администрация НГО призывает граждан принять активное участие в обсуждении данного вопроса и не оставаться в стороне. Каждый должен знать историю своего города. Такова информационная картина этой недели. Наши материалы всегда в Инстаграм-паблике, ТВР и Находка онлайн, а также на Ютуб-канале. Все ссылки в описании. Если у вас есть информация или проблема, которую нельзя оставить без внимания, пишите нам в Директ. И несколько слов о погоде. По прогнозу синоптиков, завтра в Находке воздух прогреется до плюс 22 градусов, ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду. Возможен дождь. С вами был Алексей Кузьмин. Берегите себя и своих близких. Увидимся. Пока.